Приветствую вас. У того, что вы описали, есть, ну, несколько аспектов, о которых мне хотелось бы вам сказать. То есть, ответ на ваши вопросы – это одно, но в самом тексте есть некоторые моменты, на которых мне хотелось бы заострить ваше внимание для того, чтобы вы, может быть, более полно понимали картину того, что у вас вообще происходит. Да не только с этим мужчиной, а вообще. Итак, встречается три года. Он был в разводе, у меня дети студенты, у него подростки, он младше меня на один год. Интересный момент. Вы говорите про детей и студентов, и про то, что у него дети подростки. Вы, конечно, этого не пишете нигде, но вот складывается ощущение, что это то, что вас настораживает. Складывается ощущение, что вот то, что вы это написали, вот сам факт того, что вы это написали, говорит о том, что их некий диссонат у вас. То есть, ну, я не знаю, может быть, вам не хочется принимать его детей, или вы боитесь, что ваши дети его детей не примут, ну, или еще какая-то проблема, которая вас смущала поначалу, а теперь она более реальна, и все же в этом есть. Со следа, то либо лично эксперту, которого вы выберете на нашем ресурсе для диалога, либо в дополнении к вопросу, пожалуйста, в этот момент напишите. То есть, просто напишите вот про соотношения ваших детей и детей мужчин. С первого дня ваш молодой человек сверлит о серьезных семейных отношениях. Для этого так ничего не сделал. Интересно, что мужчина с первых дней твердит о серьезных семейных отношениях. Вы знаете, когда люди говорят какие-то вещи, ну, на самом деле, какие угодно. Например, вот какие-нибудь такие клишированные вещи, да, вроде там, допустим, хочу, например, большой любви. Ну, допустим, или, может быть, там, хочу безбедную жизнь, например. Или вот что-то, или что-нибудь типа того. Вот когда люди такое говорят, как-то вот волей, а не волей, всегда думают, что вот человек как-то идеализирует, что ли, какой-то, какие-то, какие-то аспекты своей жизни. Вот берет и идеализирует. Вот у меня откладывается ощущение, что ваш мужчина, он именно этим и занимается, идеализирует. Он идеализирует семейные отношения. Он слишком, может быть, слишком сильно хочет, чтобы одни эти отношения у вас были, у него были. Он начинает про них твердить, он начинает про них говорить. Когда в действительности человек, который по-настоящему этого хочет, он бы не стал этого говорить на самом-то деле. Он бы просто взял и начал бы делать что-то для того, чтобы эти отношения у вас были. И все. Но он начал твердить. То есть начал тратить свою энергию на то, чтобы говорить. А раз начал тратить энергию на то, чтобы говорить, то, соответственно, реальные действия, реальное поведение начинает страдать. Из-за этого. Сразу же. И это уже первый момент, на который вам нужно было обратить внимание. Что если человек начинает говорить вам что-то. Если человек начинает делать что-то такое вот, то это значит, большая вероятность, велика вероятность того, что если человек много говорит, он меньше делает. Очень жаль, что вы об этом не догадались сами. Очень жаль. Но рисую предположить, что, возможно, вы сами этого не знали. Вот. И слова, как... Не первую вас, я думаю, что и не последнюю вас, вели заблуждение. То есть вы подумаете, что вот если он твердит, а когда человек твердит, он идеализирует. Когда человек идеализирует, он эффективно работает над ожиданиями другого человека. То есть ожидания у вас, у самой уже стали очень большими в плане того, что вы хотели, в плане того, что вы ждали от человека. А потом этого не происходит. И в итоге, конечно же, расстройство, фрустрация, разочарование и вообще негатив один. Вот. Ну и тогда что вам можно сказать? Вам можно сказать так. Что, дабы вот этого не происходило больше с вами, вы не верите тому, что вам человек говорит. Вы постарайтесь лучше смотреть на все-таки поступки человека. Алина Ивуслава. Вот это, знаете, куда более важны поступки. Алина Ивуслава. Далее. Вы работаете с ним в одном костюме и уже пошел слух о наших отношениях, и я ему поставил условия. Или решается он на самочувственную жизнь, или идет обратно в старую, так как время было, что его дети в обиде. Здесь вы, конечно, начинаете уже мешать все. То есть, начнем мы с вами, пожалуйста, с того, что вы познакомились на работе, у вас служебный роман получается в отношениях. Это неплохо, на самом деле, в этом нет ничего плохого, но как вариант, почему вас волнует то, что о вас подумают люди? То есть, чем вы руководствовались, когда ставили условия? И зачем вы вообще ставите условия человеку? Ну, даже если вы его, ну, не вы понимаете всерьез, или даже наоборот, если вы любите его, то зачем вам условия? Ну, вы же, когда начали встречаться, вам ведь, если я правильно понял, вам было хорошо вместе, то есть, вы, получается, когда начали ставить условия, вы стали на мужчину давить, и тем самым вы, возможно, стали обталкивать человека от себя еще больше. Он так сомневался, а вы на него давите, и он еще больше сомневается. Теперь, ну, и вы сами тоже ставили условия в отношениях себя не очень, да, красите. Это вот тоже желательно понимать. То есть, ну, видите, что мужчина не решается, думаете, хорошо вам с ним или нет? Если не хорошо, то вы просто покрете и говорите, что все мы с тобой не в отношениях. Ты можешь сделать все, что тебе угодно, но мы с тобой больше не вместе. Если вам хорошо, вот если вы, положа руку на сердце, можете сказать, что вам хорошо вместе все-таки, ну, так зачем тогда оставить условия, не очень понятно. Далее. Так как аргументом его все время было сходить и в обидище, мне надо время их примирить, и столько потом мы будем вместе. Честно признаться, даже не знаю вам, что здесь сказать. На кого дети в обиде? Как давно эта обида была, есть, существует и так далее. Чем эта обида вызвана? Какое отношение к этой обиде имеете вы? Не очень понятно. Видите ли, я вам хотел бы пояснить один, на мой взгляд, важный момент. Вы говорите, для мужчины, вот, для него, что-то там было аргумент. То есть, вы говорите, что для него, дети, это аргумент, что мы из-за этого не можем быть вместе, и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Для мужчины это аргумент. А вы как считаете, это аргумент, то, что он говорит, или нет? Ну, среднее, какое отношение дети и их обиды, Кстати, на кого обиды, как можно увязать обиды детей и их примирение с отношением с вами? Ну, ничего, это вот то, что непонятно. И если вы не считаете это аргументом, это ваше право, Чтобы вы воспринимать серьезно такие слова, тоже не стоит, но вы сами сказали, что это аргумент. Да, вы говорите, что это его аргумент, но вы приняли уже этот аргумент. То же самое, когда вы писали про студентов. Подсознательно вы про своих детей, студентов. Подсознательно вы уже приняли, что это его аргумент. Ну, вот вам отсюда и его возможность для мужчины постоянно отталкивать, оттягивать ваше совместное проживание. Правильно делать паузу в наших отношениях или вести себя более скромно, чтобы не вызывать подозрения окружающих, он не хочет. Здесь тоже момент. А зачем вам эта пауза? Какая вам разница, что о вас думают люди? Почему вы обращаете внимание на их мнение? Какое вам дело на их мнение? Непонятно. Это ваша личная жизнь. Люди что хотят, то и говорят. Если они сейчас, например, обсуждают вас, что вы в отношениях, потом они будут обсуждать, что вы перебирают мужчин, и что с вами невозможно строить отношения, а мужчина был такой хороший, вы его бросили, или наоборот, будут вас жалеть. Не очень понятно, почему вы оглядываетесь на мнение окружающих. Вы работаете там. Вы работаете, и то, что вы делаете, это вы выполняете свои трудовые обязанности, и все. Больше вам не нужно ничего. А вы зачем-то оглядываетесь в своей личной жизни на мнение окружающих. Может быть, и условия поставить вас вынудили окружающих тоже. Да, это уже не вы. Да, это уже не личная жизнь. Это что-то другое. Сейчас я вообще попытался оборвать отношения, сказав, что такой нерешительный мужчина мне не нужен. Он пришел к вашим детям, сказал, что он хочет жить с вами, поскольку любит маму, их маму, то есть у вас. Далее они сказали не против, но он не торопится переезжать. Это он типа забронировал себе семью, я так поняла. На мой взгляд, он просто проявил себе решительность в своих странах. Не знаю, насчет забронировал себе семью, нет. Вообще, у меня такое ощущение, что вот эта вот семья против серьезные семейные отношения, если помните, я бы сказал, да, что серьезные семейные отношения. Далее, мне кажется, для вас это вот самая цель. То есть цель именно семью, цель именно серьезные семейные отношения, а люди. Где человек за всем этим? С вашей стороны, с его стороны. Зачем вам семья? Если у вас есть дети, если у вас есть мужчины, зачем вам бассироваться с обычными, я имею ввиду, для создания семей? А мужчине, семья, зачем? Если у него тоже все то же самое. Вот об этом подумайте. Он складывается ощущение, что ради семьи вы просто готовы на все. Но так же нельзя. Семья – это не самая цель. Семья – это лишь форма развития отношений. Но это не обязательная форма развития. Люди могут и не создавать семей. А вы, получается, все силы тратите на это. Зачем? Я, честно говоря, не понимал. Вот. У нас с ним каждый день скандалы. Он не отстает. Как быть? Как убрать его из своей жизни? Он как поплавок, ни туда, ни сюда. Вечерские слезы. Вот скоро он всем потерпи и говорит, что не могу, не хочу. В таких отношениях он все равно весу ходит как тень. Как склянется в любви. Но вам нужно проявлять безразличие к нему. Это единственное, что вы можете сделать. То есть просто вот трясать его замечательно, все. Не пускать его к себе домой, если он приедет. Детям сказать тоже, чтобы не пускать. Общаться с ним только по рабочим моментам. Только по деловым аспектам, которые у вас есть. То есть, когда вы говорите, что чего-то не можете или чего-то не хотите, для человека это реакция. Для человека это поведение, ваше поведение, которое дает ему надежду, что он может что-то рассчитывать с вами. Понимаете? То есть, если вы не можете уйти с работы, и если вы хотите показать человеку, что он вам больше не нужен, то безразличие для вас это единственный вариант, единственный выход. То есть просто перестаньте обращать на него внимание. Все. Но я думаю, что это не исправит проблем, которые у вас есть. Я думаю, это не исправит тех моментов, на которых я заострил свое внимание. Работать в этом направлении или нет, решать уже вам. Надеюсь, что помогу. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!